Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В эти выходные станица Анапская будет отмечать свое 180-летие. Сегодня примерно третье у жителей – казаки. Есть целые казачьи династии. У Андрея Даниленко дед воевал с немцами в казачьем дивизионе Советской армии. Традицию поддерживают двое сыновей. О казачьей семье в нашем следующем материале. У казачьей формы два условных жизненных периода. Первый – парады и сборы. Потом, когда поизносится, хозяин переводит ее в разряд рабочей одежды, что тоже, в общем-то, почетно. В основном Андрей Даниленко занимается установкой вентиляционных систем. Здесь с товарищами монтируют кровлю. Задача – успеть до дождей. Вечером – служба. Дежурим по станице, чтобы дети ходили, внуки спокойно ходили, чтобы преступлений меньше было разных, разбойничек, разбоев. Дед Андрей Даниленко в Великую Отечественную воевал в казачьем дивизионе Советской армии. Во многом под впечатлением от его рассказов, нынешний глава семьи принял присягу. Как жили, как быт, как землю пахали, как раньше жилось, так и рассказывал, как казаки. Вот он землю пашет, пашет, что-то случилось, взял оружие, пошел воевать, защищать родную землю, семью. Вот как жили так казаки раньше. В 91-м году, вот как оно зарождалось, так мы и пришли все семьей и вступили в казачество все. И мои вот братья, еще двоюродные, троюродные братья, вот тоже все семьей, с отцами пришли и все с Анапской вступили. Отец покойный, он говорит, пошли, это же наша стихия. У Андрея Даниленко двое сыновей, оба казаки. Максима летом не так просто застать на берегу, он капитан на яхте. Николай тоже в детстве ходил в море, но выбрал берег. Работает с отцом, а сегодня поведет четвероклассников в казачий лагерь. Пока на один день, просто на экскурсию. Сам он вступил в казачество по примеру отца. Николай говорит, что для него казачество большая семья, боевое братство. Он старается интересоваться делами общества. На работе к казаку относятся с пониманием, если нужно отпускают на сборы. И казаки не настаивают, если требуется задержаться на работе. Николаю 24 года, у него двое детей. Дочери два года, сыну шесть месяцев. Смотрят на нас, на отцов, на дедов. И так в семье оно так и пойдет уже. И правнуки, и праправнуки будут казаками. Это сто процентов так оно будет. Мероприятия, посвященные празднику, юбилею со дня основания станицы, состоятся завтра в Станичном парке. Начнутся они в 16 часов торжественной программой «С днем рождения Станицы родная». Приглашаются все желающие. Доступная среда. Как сделать ее максимально эффективной? Что может предпринять каждый из нас, чтобы интеграция людей с ограниченными возможностями здоровья в обществе продолжала наращивать обороты? Эти и другие вопросы обсуждались на заседании круглого стола на тему «Среда, доступная для всех в муниципалитетах Краснодарского края», который состоялся в Анапе. Организован и подготовлен он был советом при губернаторе Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека совместно с администрацией города-курорта Анапа. Отель «Дача Дель Соль» – гостеприимно встретивший участников дискуссии образец доступной среды. Полное отсутствие неудобных для колясочников порогов и крутых съездов – все здесь предусмотрено для полноценного отдыха как семей с маленькими детьми, так и для маломобильных граждан. Председатель комиссии по доступной среде Совета при губернаторе Кубани по развитию гражданского общества и правам человека Павел Снаксарев, открывая заседание, подчеркнул, что до начала мероприятия прошел несколько километров по улицам и пляжам Анапы и оценил благоприятность доступной среды. Спасибо за те условия, которые вы создаете у себя в городе. Я здесь прошел, наверное, уже несколько километров своими ногами, в том числе и по пляжам. И посмотрел, что вот то, что вы делаете, это достаточно внятно, понятно и хорошо. Первый заместитель главы города-курорта Анжелика Бузунова подчеркнула. Доступная среда – это лишь один аспект. Маломобильные граждане, инвалиды, они должны иметь работу. Так, в прошлом году Анапский центр занятости трудоустроил 62 инвалида, обратившихся за содействием центра занятости города-курорта Анапа. Анапские работодатели создали 347 рабочих мест для трудоустройства инвалидов, и все они оказались востребованы. О том, как выстроена работа в рамках программы «Доступная среда в Новороссийске», «Краснодаре», «Армавире» рассказали представители этих городов. И каждый удивлял своими находками, которые могут использовать другие муниципалитеты. У нас впервые в городе, в Краснодарском крае, был проведен бал, новогодний бал «Колясочников». И первый из нас был конкурс красоты. Мы никогда не думали, что это будет настолько интересное мероприятие для всех окружающих, и в том числе. Но, тем не менее, это подтвердило, что Краснодар – это город, доброжелательный к людям различных возможностей. Все это способствует социализации инвалидов, повышению их самооценки, не позволяя чувствовать себя за бортом жизни. Она по город-санатории, проводимую местными властями работу по организации «Доступной среды», председатель Анапской первичной организации инвалидов «Союз Чернобыля России» Валерий Золотарев оценил так. Тремя словами только. Слушают, слышат и делают. Испытал это на себе. И обозначил острый вопрос. На главной курортной магистрали Пионерском проспекте есть реальные проблемы для передвижения колясочников. Принято решение о реконструкции Пионерского проспекта в следующем сезоне. В этом году у нас там серьезные мероприятия прошли, серьезные работы, мы меняли коллектор, поэтому, к сожалению, к этому сезону мы не могли этого сделать. И после этого у нас будет реконструкция Пионерского проспекта, в том числе и все эти тротуары. Поблагодарил за проведенную работу и председатель Анапской местной организации Всероссийского общества слепых Андрей Ермолов. Он выразил надежду, что когда-нибудь и автобусы Анапы со временем станут говорящими. Председатель регионального общественного объединения инвалидов «Ковчег» в Анапе Марина Буковец выразила твердую уверенность в важности такого разговора. Чем больше мы будем говорить, чем больше будет рекламы социальной об этом, но я думаю, что тогда будут какие-то подвижки. Итогом этого мероприятия стали рекомендации муниципалитетам в деле формирования безбарьерной среды. Продолжением этого разговора станет подобный форум в Новороссийске, на котором передовой опыт города участники «Круглого стола» изучат в практическом приложении. Мы уже рассказывали нашим зрителям о строительстве офиса врача общей практики «Футоре Рассвет». Такое же медицинское подразделение откроется в городе. По поручению главы курорта под офис врача общей практики отдано помещение на Чехово 4Г. Сергей Павлович принял это решение, встретившись с жителями микрорайона. За дело принялись тут же. Как идут ремонтные работы, наблюдала наша съемочная группа. Сергей Сергеев поручил не затягивать с ремонтом и к 15 сентября сдать помещение. На встречах с людьми Мэронапа не устает повторять. Коммерческие площади надо потеснить социальными объектами. Внутри не просто красят и белят. Рабочие переделали санузел, расширили дверные проемы и фойе. Осталось заменить дверь и смонтировать подъемник. Его привезут со дня на день. Офис будет доступен для маломобильных граждан. Местные жители рады. Результат их общения с главой города не заставил долго ждать. У нас есть очень много пожилых людей, которые не могут по силе своей возможности доехать до поликлиники. А тут близко. Перешел – пожалуйста. И все медицинские услуги. Магазины здесь не нужны. А вот экстренную какую-то помощь оказать, должен кабинет быть здесь. 12-й микрорайон – один из крупнейших спальных районов города. Главный врач городской больницы Анапы уверен – появление офиса врача общей практики решит проблему доступности не только первичной медико-санитарной помощи, но и специализированной. Там будет организован кабинет приема врача общей практики и процедурный кабинет, в котором наши жители смогут получать инъекции, сдавать анализы. Также мы будем проводить вакцинацию. Врач общей практики будет осуществлять осмотр, как врач-офтальмолог, как врач-лог. Он может посмотреть и как хирург, как гинеколог. Мы планируем разместить гинекологическое кресло и таблицу офтальмологических знаков. То есть один человек сможет охватить от 2,5 тысяч населения как помощью первичной, в том формате, который привыкло население получать от участковых терапевтов, так и помощью уже узкой специализированной. Конечно же, нельзя назвать врача общей практики полноценным лором, урологом, офтальмологом, но он сможет точно оценить, есть ли необходимость в обследовании, в консультации, в специализированном лечении. Развитие дополнительной сети медицинских учреждений – хорошее начинание. Владимир Голузов добавляет, эффективность оценит, когда офис заработает, и люди поделятся первыми впечатлениями и отзывами. Одиннадцатый раз ВДЦ «Смена» встречает всероссийский этап соревнований школьников в президентские состязания. Обязательная программа турнира включает спортивные многоборья, эстафетный бег, творческие и теоретические конкурсы, а также встречи с артистами и знаменитыми спортсменами, которые поделятся своими секретами успеха. Об открытии 18-х президентских состязаний в материале наших коллег из детского центра «Смена». Во Всероссийском детском центре «Смена» прошла пресс-конференция, приуроченная к открытию 18-х всероссийских спортивных соревнований школьников президентских состязаний. Семь спикеров поздравили сменовцев с началом соревнований и ответили на вопросы. «Смена» – это самое главное событие года, к которому мы начинаем готовиться сразу же на следующий день после окончания предыдущих президентских состязаний. В 2016 году за право участвовать в финальном этапе президентских состязаний боролись более 10 миллионов школьников из 37 тысяч образовательных учреждений со всей России. Главный судья президентских состязаний ГАЕР Айнет Динов отметил, что представить свой регион выпало самым достойным. Каждый год президентские состязания вносятся ряд изменений. О том, какие виды спорта войдут в число испытаний в этот раз, рассказала начальник отдела школьного и студенческого спорта Департамента государственной политики в сфере культуры и спорта Марианна Пуховская. «Развитие массового спорта в стране среди молодежи – одна из ключевых задач всероссийских соревнований школьников», отметил советник Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Андрей Сизов. «Это единственный мероприятий, который охватывает максимальное число детей. Ни одно мероприятие в стране такого количества детей не охватывает». Директор Федерального центра организационно-методического обеспечения физического воспитания Николай Федченко подчеркнул, что инфраструктура центра отлично подходит для соревнований такого масштаба. Спорт, творчество и интеллект – президентские состязания объединяют школьников со всей России. Ежедневно они будут состязаться в теоретическом и творческом конкурсах, президентском многоборье и дополнительных видах программы. Лучший класс команды получит заслуженные награды 24 сентября. Завтра, 10 сентября, состоятся галлы-финалы седьмых открытых всероссийских юношеских игр боевых искусств. Любители боевых искусств станут свидетелями лучших поединков с участием победителей первенств мира Европы по тэквондо, джиу-джитсу, кикусинка и капуэра. Начало мероприятия в 19.00 в спортивном комплексе «Витязь» по адресу поселок Витязево, Южный проспект, дом 20. Приглашаются все желающие. В Анапе возле дома номер 8 по улице Стахановской восстановили пешеходную дорожку. С просьбой главе города-курорта обратились общественники. Сергей Сергеев дал соответствующее поручение специализированному муниципальному предприятию. Для жителей дома этот маршрут очень важен, потому что ведет из двора к бакам для твердых бытовых отходов. Пешеходная дорожка, выложенная плиткой, со временем пришла в негодность. Было принято решение залить бетонный тротуар с применением армирующей сетки. Специалисты ремстроя говорят, что уже на следующий день им можно будет пользоваться. Опалубку снимут, а торцы отсыпят песком. Длина этой дорожки около 30 метров. Сегодня же в поселке Виноградным аналогичным образом залили пешеходный путь длиной порядка 130 метров. А ранее в поселке Супсех сделали еще более сотни метров аналогичного тротуара. На глазах многочисленных очевидцев гость нашего города похитил из кассы торговой палатки на пляже Джаметет дневную выручку. Попытки продавцов соседних точек остановить грабителя успехом не увенчались. Похититель убежал с добычи, впрочем, на свободе он гулял недолго. По горячим следам злоумышленник был задержан. Теперь его ждет обвинение в грабеже. С использованием информации о данных и личности данного гражданина, полученных от потерпевшей гражданки, проведенными оперативно-рассными мероприятиями, местонахождение данного лица было установлено. Данный гражданин был задержан и доставлен в дежурную часть отдела МВД России по городу Анапа. Впоследствии в отношении данного гражданина было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 161 частью 1 Головного кодекса Российской Федерации в отношении подозреваемого избранного мера процессуального пресечения в виде заключения под стражу. Завтра в Анапе завершают работу юбилейный 25-й открытый фестиваль кино стран СНГ, Латвии, Литвы, Эстонии «Киношок». В 20.00 на летней страде состоится торжественная церемония закрытия фестиваля. А в 21.30 на театральной площади покажут фильм, завоевавший гран-при юбилейного киношока. Не пропустите самые яркие мгновения фестиваля. Генеральный партнер программы новости производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете также найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300.